Ребята, прежде чем вы начнете смотреть это видео, хотелось бы сразу предупредить. Я, в принципе, читаю комментарии, спасибо, что их пишете, и касательно предыдущего видео. Вот это видео, это такое же точно бла-бла-бла, это только наши эмоции, здесь нет никаких фактов, нет никакой статистики, нет никакого сравнения. Здесь исключительно о наших ощущениях после того, как мы год, чуть-чуть больше, чем год, не были в Украине. Поэтому говорим о чувствах, ощущениях и бла-бла-бла. Если вы вдруг не хотели терять время, то можете дальше не смотреть, и в комментариях мне о том, что видео ни о чем не сообщать. Все, всем спасибо. Так, ребята, всем привет. Привет. Вы на канале Зеленая Америка, это продолжение ролика, который вы смотрели, если не смотрели первую часть, посмотрите, про то, как мы съездили в Украину, и тут есть какие-то факты, есть наши ощущения, сравнения. В общем, мы продолжаем. По мелочи такие вещи. Ну, это вы знаете, вот, например, в парк Горького у нас есть, мы туда пришли, там красиво листья лежали, газончик хороший такой, и мы пришли, захотели с мамой были, захотели пофотографироваться, но не тут-то было. Вот здесь мы тоже привыкли в Америке, что мы можем нормально на любой газон сидеть, люди на газон, собственно, он для этого и создан, люди на нем отдыхают. Но надо отдать должное дядечке-охраннику, он нам дал какое-то время, нас далека приметил, минут 10 подождал, а потом подошел, сделал нам замечание, но мы уже успели наделать фотографии, нельзя ходить по газону. Почему нельзя, непонятно, почему. Потому что газон такой, который, типа, 10 лет назад прожил. Да, почему такой постелили, непонятно. Ходят охотники за привидениями, дуйками своими дуют везде. Ну, пусть дуют. Ну, вот эти чуваки с дуйками ходят, да, листу сдувают, а на газоне, вот, все, никому там, сфоткаться с этой листвой нельзя. Хотя мы попали на золотую осень, сразу упомянем, и было очень красиво, очень было красиво. Мы с Женей часто ходим. Ну, да, красиво, а сюда наступать нельзя, да, я так понимаю? Чего? Ну, раз... А, вон, написано, по газону не ходить. Потому что это не газон. Газон, газон. Про улыбки должны я рассказать. Давай. То есть у меня, как бы, кто меня знает, знает, что, ну, и Женя точно так же, то есть мы очень позитивные, улыбчивые люди, которые найдут поводу улыбаться в любое время, и всем без исключения. Вот, но, пребудучи здесь уже вот какое-то время, и приехав туда, боже, какие все угрюмые. И на меня периодически, как бы, странно смотрели, потому что, ну, там человек идет на меня, смотрит. Ну, мы привыкли, что ты обычно говоришь, там, привет, как дела? Ну, вот здесь, в Америке. Вот, а там я, как бы, улыбаюсь, говорю, здрасте. А мне, ну, да, как бы, шугаются, и, типа, девочка, наверное, не в своем уме. И я так попадалась, ну, раз в пять, не меньше, когда я уже себя просто, ну, морально, так и так, все, не улыбайся, не здоровайся. И сюда я приехала, мне, честно говоря, мне первые дня 3-4, мне было сложно, то есть вот в супермаркете иду. И знаешь, ну, да, я не говорила тебе. Люди так смотрят, типа, ну, улыбнутся. Ну, типа, как бы, а, ну, да, все, я дома, я могу улыбаться. То есть, и многие называют это, типа, ой, фальшивая американская улыбка. Вы знаете, ну, лучше пусть фальшивая американская улыбка, потому что, да, это на автомате. Ты идешь, ты сказал, улыбнулся привет и пошел дальше. Но по всем, там, законам психологии, если человек растягивается в улыбке, это подсознательно включает у него эти процессы в голове, и у него уже к тебе и вообще к миру позитивнее отношение. Поэтому, ну, во-первых, улыбайтесь, а во-вторых, конечно, это было вот сильным для меня, ну, не то чтобы ударом, но впечатлением, что мне стало немножко от этого грустно. Ехали в гости. Нам нужно было купить торт в супермаркете. На стол просто там чай попить. Ну, быстренько забежали по, так сказать, у нас было примерно минуту. Мы выбрали какой любимый торт, схватили, приехали уже домой, поставили, разрезали. А он, конечно же, не свежий, невкусный. Он не просроченный, но он не свежий. Да, ну и он явно с переклеенной наклеечкой, как это бывает. И, конечно же, это просто никогда бы со мной, наверное, не случилось, если бы мы жили в Украине, потому что я всегда это все проверял. Но, ребята, здесь этого просто не нужно. Ты никогда не купишь просроченную еду. Просто, ну, это исключено. Потому что если супермаркет вдруг продаст просроченную еду, то его потом заходит. Все, это жесть. Никто наклеек не переклеивает. Вот курица гриль стоит, на ней написано продать до 7 вечера. Я подхожу в 6.55, смотрю, она горячая, она нормальная, все. Ну, всем все в курицы отберут и уносят просто. Выкидывают, хотя ее приготовили там 3 часа назад. Отвыкли мы от этого. Что до того, как мы приехали? Во время того, как мы там были? Вот сейчас я периодически в пабликах попадаются. Извечные два вопроса. Это, знаете, разбудите меня через 200 лет, и о чем люди будут разговаривать в ноябре? Нет горячей воды и отопления. Все то же самое. Все на месте. Бабушки только вчера вообще включили. И пожалуйста. Плюс, когда мы там были, у нас же, вы знаете, там постоянно происходят какие-то политические движухи. Я в этих политических всех движениях не участвую, но тем не менее меня коснулась какая-то там новость, что опять был очередной марш, понятия не имею кого. Опять кто-то кого-то побил, опять напали, яйцами закидали, краской. Я не знаю, кто это с кем, но опять же, здесь, возле дома, каждый человек, который желает, он покупает такую себе табличку, ставит ее, вот у нас, кстати, тоже приехала, хозяйка поставила, я и понятия не имею, кто это. Но ты можешь голосовать, хоть за инопланетянина, хоть за Иисуса Христа выстоять табличку, и тебе никто никогда ничего за это не предъявит. Да, тебя могут идти, и вот мимо идем мы дома, и сказать, ой, идиот, за кого голосуют, но это твое личное дело. И чтобы ты за это еще получил по голове, и чтобы за это были какие-то столкновения, схватки, опять же, наверное, где-то это там происходит в Америке, может, в каких-то городах, может, в каких-то движениях там специализированных, не знаю. Мы просто от этого отвыкли, нас это настолько тут политическая жизнь, вот обычный люк не касается, честное слово. Все трендят на Трампа, никто его почти не любит. Ну, и всем пофиг, ну, Трамп это. Да, ну, если я здесь буду ходить в Америке, make America great again, никто мне ни слова не скажет, ну, потому что не побьют меня уж точно за это. Следующий вопрос. Я думал тут вам тему осветить по поводу страховки. У меня с рукой проблема, я там с самоката давно как упал, у меня вот до сих пор рука не зажила. Но я в Украине решил, в общем, сходить в итоге посетить врача. Рентген-то я сделал, да, он в итоге мне стоил 1 доллар, что очень хорошо. Но врач, чтобы вы понимали, я зашел, видно, он сидит там в окружении интерна, не знаю, кого человек, 7 их там сидит в кабинете. Вот я себя почувствовал, ты в Украине, друг. Я себя почувствовал, как будто я ему должен, как будто я у него должен что-то выпрашивать. Я ему в виду не подал этого, но, естественно, вот ощущение сразу такое, что ты за говно такое пришло, тут ко мне я вообще-то врач занятой. Чтобы вы поняли, я был 2 раза у него в кабинете, я ему давал намеки, как только можно, но на руку он мою так и не посмотрел. Я не знаю, что по этому поводу. Чтобы он взглянул на мою руку как-нибудь. То есть я ему давал понять, что... Может, вы как-то посмотрите на мою руку, я понимаю, что это случилось давно, я понимаю, что ничего с ней не делал, не лечил ее. Даже рентген, который я пошел сделать, я его сам попросил выписать мне направление, потому что он сказал, что это все фигня. Идите на физиотерапию по месту жительства. Вот приехал, буду делать. Такой очень небольшой момент. Вот я мимо шел, знаете, ребенок на полу просто там где-то присел на асфальте на кусок, а мама сразу ему там, Антоша, Антоша, вставай, там быстренько вставай. То же самое, это все выглядит очень забавно, потому что, ну, вы бы видели, как здесь дети смешно, они валяются, сидят. Я не знаю, они везде, просто, вот, знаете, ну, это дети, потому что так они и устроены, дети. Им надо завалиться, им надо грязь в рот потащить, вот это все. И к этому, конечно, спокойнее более относятся, то есть вот это отдергивание постоянно ребенка, чтобы он не сделал что-то там неправильное, что маме не понравится. Да, такого нет. Здесь есть очень много проблем с детьми, и я их сейчас не здесь не буду освещать. И, в принципе, такой острый здесь вопрос, но вот этот вопрос сидения на полу мне очень понравился. А я люблю, там, я читала, когда в магазины захожу, я тоже беру книжку, там, ну, что мне идти, там есть кресло, диванчики, пожалуйста. Но я села возле полки тоже, там тетенька проходила, все хорошо, говорю, все хорошо, все, и она пошла дальше. Никто, ничего вообще, делай, что хочешь. Делай, что хочешь, если другому не вредишь. Очень забавно было, мы много раз встретили, мода на какую-то, на техасской. Полно техасских приправ появилось. Везде техасское барбекю. Мы даже баннеры видели, типа, да, техасское барбекю, там, типа, на доставку, да, или какое-то кафе, в общем, открылось, непонятно. И как-то, знаете, нам много везде встречался Техас. До переезда, мы, наверное, не обращали внимания, но столько он не встречался, да. Супермаркетовские тележки. Боже, какие они маленькие. Сами супермаркеты, боже, ребята. Даже вот мы заходили в такие большие супермаркеты, которые, ну, достаточно, там, не дешевые, там, ну, как быть, ну, как, не АТБ, короче. Вот. Какой, во-первых, маленький выбор, то есть, опять же, в сравнении с Америкой мы отвыкли тоже от этого. И какие маленькие тележеньки мы. И Руженя, смотри, говори, вообще детская тележка. Реально здесь такого размера детские тележки как бы есть. Да, это мы чуть-чуть привыкли вот по поводу выбора. Я обратил на это внимание, Камила обратила мое внимание, я реально так трезво оценил. Ну, вот всего в разы больше здесь. В разы просто. И мы за год к этому привыкли уже не обращаем внимания. Самая жесть, моя любимая, это, конечно, ветхие купюры. В Америке нет ветхих купюр. А в Украине, оказывается, есть какие-то неправильные... И в России. И где-то мне еще говорили, в Европе есть. В Латвии. В Америке любые доллары принимают. А в Украине у нас... Я бегал по обменкам, мне не было денег заплатить, и у меня, получается, было несколько разных сотен долларов. И я, блин, не мог нигде их поменять, потому что там где-то штампик какой-то был, либо что-то неправильное. Ну, в общем, сами себе создали какое-то правило с ветхими купюрами. А мы бегали и страдали от этого. Ну, это мелочи жизни. Очень показательный пример. Он не со мной случился, а с мамой, вот она рассказывала, с неработающими карточками метро. Они не могли пройти в метро по карточкам, они ее прикладывали, а турникет не загорался в том месте, где нужно. Турникет загорался, а писала табличка, типа, заплатите. Не писала, да, заплатите дальше. И, получается, все люди попадали в такой вот просаг, и они оплачивали, и, соответственно, не могли пройти. И подходили к этой кассирше, которая там сидит, ну, тетенька на входе, да. В общем, она поголовно из всех людей делала идиотов, это вы тупые, вы не туда смотрите. Там зеленое загорается, надо идти. Ну, как, люди же читают иногда и написано, что заплатите, а не только что заплатили. Да, в общем, потом мама, когда уже ехала обратно, то ли эта женщина стояла возле турникетов и всех указывала, что надо проходить. В общем, сделала сначала из всех полчаса дебилами, потом поняла, что когда к ней слишком часто начали бегать, она поняла, что что-то не то. Хочется сравнить. Вот здесь вот, в Остине, где-то полгода назад закрыли станцию downtown. на ремонт переделывают метро станцию. И мы выходим на станцию раньше. Вот чтобы вы понимали, полтора месяца, пока они находили, ну, наверное, месяц, пока они находились в вот этом переходном состоянии, ни один пассажир вообще не оплачивал проезд. Потому что люди были заняты тем, чтобы настроить трафик, настроить, чтобы это все правильно работало, потому что сейчас мы приезжаем на предпоследнюю станцию, все в автобус пересаживаются, нас везут на конечную станцию. И важно было настроить так, чтобы вот это все работало. В одну и в другую сторону. И после того, как этот процесс наладили, уже пустили людей на то, чтобы они обелечивали пассажиров. Может, это не совсем одинаковые ситуации, но отношения людей показывают очень четко. Да, то есть, если, допустим, такая бы ситуация была здесь, то было бы как? Компенсировали бы человеку проезд, то, что он потратил, потому что были люди, которые несколько раз прикладывали карточку, потому что им писали, оплатите, и платили типа за три поездки. Извините, метро в Харькове сейчас достаточно дорого. Даже не то, чтобы компенсировали, терминал бы закрыли через 10 секунд просто. И все. И если бы не было возможности оплатить через терминалы, всех выпускали бесплатно. Да, город теряет, но суть в чем транспорта, чтобы люди уехали. Все. Остальные вопросы не волнуют, если у вас что-то не работает. Так, ребята, мы переместились вовнутрь, потому что за окном уже такая темень, что невозможно дальше снимать, но нам нужно еще кое-что дорассказать. Я довольно-таки скептически настроенный ехал, таким, знаете, настроением, типа вот здесь все-все-все прям клево, и я буду очень придирчивый ко всему, что происходит. Но, как я ранее сказал, Харьков достаточно продвинутый, молодой, жизнерадостный такой город весь, в общем, живой, поэтому такой, знаете, суровой картинки, здесь все цветет, пахнет зелененько, а там все такое угнетенное, унылое. Я, конечно же, не увидел в такой мере, в какой можно было бы. Но в целом, мы, конечно же, рады, что мы здесь живем, нам здесь намного больше нравится. Желание вернуться обратно не появилось совершенно, несмотря на то, что мы заключаем за близкими людьми, но, тем не менее, мы очень рады, что мы в данный момент находимся на своем месте. Что ты думаешь? Можно сказать просто, опять же, что, какое расстройство было, что, допустим, делается центр, центр вылезанный, все отлично. Это очень важный момент, да. У меня бабушка живет, как бы, район Одесский, кто знает, и там во дворах, ну, там просто, ребята, там можно колеса оставить и было, и так и есть, и ничего не надо. Я оставлю видео, я с ним, да. Я с ним, да. Прямо здесь до конца. Да, то есть, ну, невозможно. И здесь, как бы, какой бы район в Осине, какой бы район вы не приехали, ну, не будет такого никогда в жизни. Найдите мне, покажите, где вот есть какие-то участки, где вот просто ты едешь 5 минут, и 5 минут не едешь, а вот просто пытаешься не потерять колесо. И хорошо, что Камила об этом вспомнила. Это очень важный момент, о котором я почему-то забыл сказать. Это невероятно важно, что условия, которые создаются, красивые, хорошие, удобные, они не показушные. То есть, реально, в Осине, вы приедете в центр, вот там вот есть бомжи, там вот есть вонь, там вот есть грязные улицы, там вот есть все то самое неприятное, что вы видите, можете увидеть в Америке. Это все в центре. И то в определенном, то в точке. Не везде. Но то место, где люди проводят большую часть своей жизни, а это их дом, это их какие-то микрорайоны, магазины, площадки, на которых парки, в которых они гуляют. Вот это важно. Вот это очень важно. Потому что тут человек, скажем так, обитает, и все то, что вокруг него находится, оно находится в хорошем, красивом и ухоженном состоянии. Для людей. Для людей, для самих себя, а не для того, чтобы приехали туристы и сказали, как красиво здесь у вас, а потом еще, я знаю, что Харьков получает очень много наград, и меня это не может не радовать. Харьков действительно один, я думаю, что Харьков самый крутой город Украины, и это видно. И это видно. Это очень хорошо все. Но вот когда у Камилы и моей бабушки починят дорогу, в следующий раз починят через 50 лет. Вот даю слово. Потому что то, когда починили у нас дорогу, наверное, лет 15, Кучма еще был президентом, я не помню, когда он был, вот в следующий раз починят лет через 20 еще. Вот так вот это происходит. К сожалению. Ну и напоследок, для самых терпеливых, для тех, кто досмотрел или долистал и проклацал до этого момента, это на самом деле такой один из самых важных моментов, наверное. И он очень такой же. Тут не сравнение, а тут исключительно речь идет о каких-то личных ощущениях и о чувствах. Да. Какие у меня были чувства, какие у меня были ожидания, когда я приезжал, когда я летел, и когда я думал, вот я встречусь с друзьями, как это будет. мы все-таки там больше года не виделись, с кем я встречусь, кого я увижу из тех, кто не видел, никого не видел. Что хочу сказать? Это, знаете, у меня такое есть сравнение, как с тюрьмой. Знаешь, когда люди попадают в тюрьму, и они говорят, что им помогают те всегда, о ком они чуть ли не забыли, и вообще они не ожидали, да, что когда-нибудь получат от них там помощь, а люди, которых они считали ближе всех, они типа куда-то растворились. Это слегонца грубоватый пример, никто никуда не растворился, но я ожидал, что это будет, как сказал Артем вчера, теплее, что ли, да, вот как-то, ну, в общем, приехал и приехал, ну, че ты там? как-то в общем, те люди, со стороны Жени, я не буду просто своих, говорить к счастью, мне повезло больше, но те люди, которых мы не ожидали, что будут настолько рады нас видеть, они были рады настолько нас видеть, а те люди, которые даже писали… Вот да, ребята, я сейчас сразу прибью, очень было приятно, потому что ребята, там, я с ними очень редко общался, и мы как-то так… Ну, бывают такие, которые всегда теплые отношения, но ты редко с ними видишься. Да, и они очень сильно прямо из кожи вон вылезли, что у меня, конечно же, погрело мне душу, чтобы с нами увидеться. Это… Да, в 10 утра, в воскресенье, ребята подсуетились там, приготовили еды, просто знали, что мы на час, у нас будет час. Спасибо им за это, да, большое, это очень вероятно. А кто-то, с кем я ожидал, что мы будем там больше времени проводить… Постоянно… Ну, как-то вот… Не нашли. И времени нашли, и… Знаете, я всегда вот ровняю на себя, и вот мне интересно, например, было бы, я бы поравнял, что если бы кто-то приехал в Остин, то есть, как бы я себя вел. и… Ну, мне кажется, хотя, может быть, я ошибаюсь, ну, скорее всего, так бы и было. Я бы просто… В лепёжках. Принял, да, в лепёжках, чтобы принять, потому что это… человек там приехал на несколько дней, а мы не виделись больше года, там, может, с кем-то несколько лет. Ну, вот. Ну, я понимаю, что у людей там своя жизнь течёт, они какими-то своими делами заняты… Ну, всё равно, всё равно всегда это желание. Вы знаете, никого обманывать не нужно. То есть, у меня подруга, моя очень хорошая, близкая подруга, с которой, будучи здесь, мы общались буквально три раза, вот, и я немножко переживала по этому поводу, хотя опять же, ну, соцсети, всё такое. Она из неё душу вытащила просто, когда, когда, ночью, днём, утром, причём у неё работа, у неё проекты, у неё там заказы, неважно, просто, вот это желание. Или тоже, вот у меня моя одноклассница, с которой мы вообще не виделись, ну, вот мы с ней реально буквально раз в пять лет видимся. Ну, всегда мы друг с другом тепло. Тейтона говорит, когда ты сможешь, давай хотя бы часик-полчасика, сегодня-завтра у неё работа, у неё муж, у неё ребёнок, тоже нашёл человек время. Да. Ну, никто, ничего, на самом деле, ни на кого не обижается. Реально, всё в порядке. Я, ну, мы уехали, у нас своя жизнь началась. Камила уехала там отдельно от своих девочек, там, пацанов, друзей. У неё своя жизнь началась, то есть у нас здесь совместная. Но, это, на самом деле, хороший такой был показатель. То есть, вот этот большой такой перерыв в год. Я, по крайней мере, на Камилыном примере увидел, что, да, что-то такое, знаете, вот это та самая, так называемая дружба, когда можно там не видеться годами, годами, а потом, вот, сесть, как будто вы вчера только последний раз виделись, и, побыть вместе. Вот это очень круто. это, опять же, мы тут вам свою личную такую душу вывалили. Мы с Камилой долго думали рассказывать это, не рассказывать. Я всё-таки решил рассказать. Я не переживаю, что это кто-то увидит и поймёт, да, всё про себя, о чём там, о ком идёт речь. Но, я думаю, что это очень важно. Мне будет лично для себя, во-первых, проговорить это, во-вторых, сказать людям, которые эмигрируют, которые там, хотят, либо готовы, переживают о каких-то личных отношениях, что бывает по-разному. Может быть по-разному. Поэтому можете быть готовы ко всему. Вот. И мне будет интересно об этом, наверное, вспомнить, там, через несколько лет и понять, посмотреть, да, как что поменялось, как это всё менялось. В перспективе. Угу. И всё круто. Я очень рад, что у нас здесь появилась куча людей, которые точно так же из нас вынули душу, пока нас здесь не было две недели. И вот мы вернулись, и они из нас вынимают душу. Пытались даже в первый вечер вынуть душу после возвращения. У нас не было никаких сил. Вот так вот мы с вами всем этим поделились, рассказали. Желания ехать в Украину пока нету и не знаю, когда он появится. Может быть, не появится. Мы приедем, бабушка. Всё. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок